Здравствуйте дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня буду делать кашпо в виде слоника и разукрашиваю его разным способом. Кашпо я сделаю из пластиковой бутылки. Чтобы сделать ребро жесткости, нужно прислонить к горячему утюгу. Вот жесткий верх такой получился. Друзья, кто не будет сюда сажать цветы, а будет использовать как вазочку, то вначале лучше поверхность окрасить, чтобы вот этого всего не было видно изнутри. Две части здесь у меня не закрытые остаются. У меня масса для лепки из цемента, называется липка. Здесь идет на сужение, и поэтому никуда эта масса после высыхания, никуда она не денется. Поэтому я саму бутылку не смазываю ничем. Вы можете взять любую массу, но кому интересно именно это, открывайте мое предыдущее видео. Вот здесь как раз вот эту ложбиночку я подчеркиваю. Это будут, здесь будут как бы ноги у слона. Кстати, вот эту массу я уже делала из туалетной бумаги Зева. Здесь нет ни одного комочка. Заглаживаю прям водичкой сразу. Слой здесь, наверное, миллиметра 3-4 у меня. Пока я водой поверхность не смочила, у меня и руки не прилипали. Теперь уже и руки начали, к рукам начало прилипать. Поэтому лучше сперва нанести всю массу, а потом уже выравнивать водой слой весь. Такая будет основа. У меня получилось так, что я оставила на несколько часов, и у меня все здесь уже застыло. Но если образуются какие-то трещинки, или вот как здесь складка, которую я не загладила. Это все при желании. Сразу покажу, вам можно заделать этой же массой. Кстати, массу я решила больше не ставить в холодильник. Она так сразу эластичная, работать можно. Водичкой вот так смачиваю то место, где мне нужно будет загладить. Беру прям немножко массы и втираю ее. Даже следов не остается. Мне сейчас нужно будет сделать листья. Можно листики, конечно, сделать и руками. Но если есть формы, то почему бы ими не воспользоваться. Сразу определюсь. Вот здесь у меня будет голова. Нарисую примерно, чтобы туда не приклеивать листья. Слону рисую голову, уши. И вниз пойдет хобот. Буду подклеивать на воду. И, наверное, начну я их вот именно с задней части. Можно, конечно, приклеивать и на клей ПВА, но и на воду. Здесь нормально все приклеивается. Листики от задней части буду вот так укладывать вперед. В хаотичном, в принципе, порядке. Если не делать основу из массы, то листики нужно очень хорошо между собой соединять. Прямо внахлест. Формы покупала уже давно на сайте Алиэкспресс. Поэтому ссылку я не даю. Вы все это можете сами смело найти. Кто затрудняется делать поиск и заказывать товары на Алиэкспресс, посмотрите. У меня есть видео на эту тему. Дам ссылку в описании и в конечной заставке. Также в хаотичном порядке продолжаю до конца все это укладывать. Вот я подошла уже к тому месту, где я нарисовала голову и уши. И теперь мне надо будет только вот эти места заполнить. Лишнее убираюсь и зашла на рисунок. Ну вот, у меня осталось место для головы. Пока я не забыла, делаю хвостик. Я сделаю в начале ушки. Это будут два шарика одинаковых. Подклеиваю ушки. Прямо захожу немного на листики. Пусть выходит немножко вверх. Решила я на клей посадить, хотя и на воду хорошо все приклеивается, потому что в составе массы клей. Массы беру побольше для головы. Сейчас я примерю. Если маловато, я еще добавляю. Ну вот, примерно вот так. Прижимаем все хорошо. Можно сюда тоже добавить какой-то листик. Так, я здесь хочу прям выровнять все массой этой, чтобы не было видно бутылку. Здесь, видите, все прошлась. Подровняла везде все. Соединилось у меня все. Оставляю теперь просохнуть. Друзья, посмотрите, как интересно получилось. Смотрите, если кому-то нравятся цементные горшочки, то здесь можно рельеф выделить серой краской. Сотовые цветочные горшки можно делать или кашпо. Больших, например, размеров. В этом случае придется листья или самим делать вручную, или самим сделать большие молды-вайнеры. Применяю натуральные листья. Почему-то мне больше напоминает не слона, а мамонтенка. Друзья, в этом случае лаком покрываем только матовым. Это самый легкий вариант окрашивания. Суккуленты у меня были рассажены в горшочках. Замечательно будут смотреться. И просто листья без головы слона. Кто любит цветные варианты, я сейчас покажу, как можно быстро тоже окрасить. Глубокие складки можно даже не закрывать. Теперь беру влажную салфеточку и стираю. И у меня в углублениях будет голубенький цвет оставаться. Разных способов окрашивания множество. Листья почему-то даже хочется сделать разноцветными. Осенних таких оттенков. Думаю, что и такой вариант сам по себе очень хорошо смотрится. Но вот захотелось добавить красок осени. И можно каждый листочек прорисовать другими оттенками. И также удалить. Акцент делаю больше вокруг слоника. Краски остается здесь немножко. Но ее достаточно вполне. И уже получился осенний слоник. Друзья, в этом случае уже лучше залакировать глянцевым лаком. Подписывайтесь на мой канал. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр, благодарю за ваши дружеские комментарии, подписки, лайки, а также за то, что вы делитесь моими видео с друзьями в соцсетях. До новых встреч! До новых встреч!